И всё, привет, ребят! С вами Мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик. Сегодня у нас будет игровой видеоролик, посвящённый одному очень интересному вооружению, возможно, даже старому, доброму, нашему любимому вооружению. Кто его знает, кто его помнит, возможно, для кого-то это там вооружение будет чем-то новым, уникальным. Как вы знаете, сейчас у нас в игре. На момент 1 июля в игре произошло обновление, занерфили новую, можно так сказать, имбу, которая продержалась у нас в игре буквально недели две, это Шафта. Занерфили до этого, две недели назад у нас Вулкана, ну и, соответственно, в игре нужно искать что-то новое, либо возвращаться к старым, добрым, замечательным нагибаторским вооружениям. Ну и сегодня, конечно же, по этому поводу пойдёт у нас речь, пойдёт речь, конечно же, о той старой, любимейшей Хорна Тажиги. Сегодня покатаем на ней, посмотрим, что у нас из этого получится. Сыграем в контроле точек, сыграем, я думаю, что даже каточку в штурме. Сейчас у нас по заданкам там в штурме как раз-таки и надо выполнять всё это дело. Посмотрим, что получится. Я надеюсь на отличнейший результат. Играть будем на Хоря Жиге. С дроном, я думаю, наверное-таки остановимся на защитнике. Его сегодня, к слову, тоже занерфили. Он стал хуже. И я, возможно, по ходу видеоролика тоже по нему немножечко поговорю. Скажу, что да как, что к чему. И вообще, немножечко-немножечко порассуждаем на эту тему. Поэтому давайте долго смусоливать эту тему не будем. Сразу же пикаемся. Первую каточку в контроле точек. Ну и дальше там уже будет видно, если будет быстрая катка, то может быть ещё одну в контроле точек сыграем. Если будет не совсем быстрая, то сыграем катку в штурме как вторую закрепляющую нагибаторскую. Я уже сегодня набил небольшое количество звёздочек. Соточка уже у нас такая вот аппетитная, сочная имеется. Ну и надеюсь на то, что сейчас в лёгкую первое местечко мы заберём. По резистам у меня здесь резист от рельсы, арты и гаусса. Как по мне, это именно те самые пушки, которые сейчас у нас в матчмейкинге в большом объёме, наверное, будут присутствовать в ближайшее время. Можно, конечно, там резист от джиги брать, ещё что-то придумывать. Но пока я остановился именно на этом. Также, друзья, хотел сказать вам, что по данному сочетанию у меня был записан немножко другой видеоролик. Но так как произошло у нас обновление, то тот видеоролик мне пришлось, можно так сказать, выкинуть. Да, и записать новый видос по данному вооружению. Потому что до обновления там были сказаны немножко другие там слова. И поэтому нет, наверное, какого-то такого сверх смысла было в выпуске именно того видеоролика. Лучше записать новый после уже обновления. И рассмотреть целиком и полностью данное интересное вооружение с уже пушками, которые у нас имеются в игре. То есть уже с изменёнными балансами, шафта. И получается всё, да. То есть у нас как бы там шафт только изменился. Ну там твинс, защитник, да. То есть вулкан у нас и так был там занерфен. Ну, в общем и целом, короче, вы эту тему поняли. Существует опыта у меня уже имеется. Карта, конечно же, не самая удачная. Для данного вооружения подходят больше средние и маленькие карты. Всё-таки это пушка ближнего боя. На таких картах, как магистраль и на всех таких вот вообще больших картах данное вооружение не так сильно жёстко им будет. Но, как вы видите, играть на нём можно и также эффективно можно зарабатывать опыт. К слову, сейчас онлайн в игре тоже побольше. Все играют в матчмейкинговых боях, поэтому тут встречаться боты будут намного-намного реже. Соответственно, конкуренция в боях будет тоже какого-то рода иметься. И я надеюсь на то, что мне не дадут, например, там делать какие-то нереальнейшие большие отрывы. И тогда мы сможем посмотреть, да, какие вооружения вообще ещё имеют смысл и набирают хорошее количество опыта в матчмейкинговых боях. Да, мы не будем сейчас задумываться о каких-то там дронах новых, да, с которыми можно там дополнительно иметь какую-то определённую выгоду. Мы останавливаемся на дефолте, то есть на защитнике, и просто рассматриваем вооружение, которое раньше, да и вообще, как по мне, оно не перестаёт, да, как бы нагибать резистов просто от него стало намного-намного меньше. То есть игроки думают, что жига, возможно, сейчас не так жёстко им будет, но, как по мне, жига находится в отличнейшем нагибаторском балансе. Вот сейчас тут два голдика, у нас ещё будут голды у нас метеоритики. По метеоритам я, к слову, тоже там уже видос записал. Я уже с этого моментика немножечко пригорел, мне это не понравилось. А, ну я понял, короче, два обычных голда. Я забыл, что у меня защитника не спасатели. Меня, конечно же, здесь просто быстренько взяло и слило. Ну а что касаемо опыта, то 250-очка у меня имеется, у второго места 245, примерно близко идём. Но первое место, оно и есть первое, да, оно как бы и не пахнет, но имеет смысл быть. И я надеюсь на то, что я это место себе сохраню. Играет у нас второе место на Хорната Шафте. К слову, Хорната Шафт вроде как себя ещё и не так плохо показывает. Но это всё же большая карта, и я надеюсь на то, что если карта будет поменьше, то я от этого Шафта буду улетать нереальнейше быстро. Давайте скатаем ещё одну карточку в контроль и точек, так как предыдущий бой закончится довольно-таки быстро, без особых проблем. И с хорошей досрочечкой. Поэтому Борда уже начатая. 150 опыта у первого места. Я думаю, что здесь надо будет ещё и запотеть, чтобы её выиграть. Не самый лучший, наверное, такий у нас состав. Ещё и против я вижу одного замечательного, интересного игрока, который будет мне мешать. Хотя он играет на пулемёте, а не на своём любимейшем Гауссе. Если бы он был на Гауссе, я думаю, что проблем бы мне данный игрок доставил куда-куда больше. Поэтому пока что надеемся на то, что он переодеваться не будет. И в этом плане будет всё очень даже хорошо. А то он любит, я знаю, фокусить. Что касаемо защитника, скажу вам, друзья, так. Из того, что я сегодня уже видел. На режиме Джиггернаута его эффективность значительно стала меньше. И он работает, как по мне, намного хуже. Там стоит искать новый дрон, либо же играть вообще на каком-нибудь спасателе. Потому что нет никакого плюса. То есть ты так же само уходишь с двух рельс на респ. И, соответственно, тебя ничего особо-таки не спасает от данной замечательной пушки. Но вот что касаемо других форматов и режимов в матчмейкинге. То защитник себя ещё показывает так. Соу-соу, 50-50, более-менее. Но я уже потихонечку всё равно и на стримах. И просто играя, да, буду присматриваться к каким-то другим интересным вооружениям. И я буду надеяться на то, что что-то интересное я найду и буду на нём играть. Возможно, стоит присмотреться к тому же механику. Да, например, в том же штурме за деф можно будет с ним поиграть и пофармить тоже опыт на диктаторе. Да, как вы помните, раньше это очень эффективно работало. Возможно, тоже попробуем вернёмся к старому. Ну и с лавхачом надо тоже что-то делать, что-то тестить. Я надеюсь, что будут ребята, у которых данный дрон в ближайшее время появится, либо уже имеется. И они мне покажут, расскажут. А возможно, я даже сам на дополнительном своём замечательном аккаунте смогу его протестировать и посмотреть, насколько эффективно можно вообще на нём играть. Но пока концентрируем своё внимание исключительно на данном бою. Я, к сожалению, за счёт того, что пикался не с самого начала, не имею до сих пор своего овердрайва. Соответственно, не всё так хорошо у меня в этом бою уже складывается. Но я надеюсь, что я свой опыт всё равно с этой катки заберу. Ну и постараюсь выиграть. Ещё две минутки имеется. Первое место, я думаю, что можно, в принципе, наверное, получить. Без особых проблем. Сейчас вот эту точку заберём. А дальше уже всё как по накатанной пойдёт. От пулемёта резист не беру. Не считаю нужным, если честно. Так же, как и от шафта. Посмотрим. Возможно, что-то поменяется в моей голове в ближайшее время. Но пока я не вижу той доминации вулкана, которая у нас была раньше. Гол там на центре, к слову, падает. Было бы неплохо сейчас попробовать подъехать вообще к той точке, к той зоне. Но я так понимаю, что там просто противник стоит, да? А, я на лес под кого ушёл? Вулкан? А как меня так вулкан быстро схавал? Что-то я не понял прикола. Как по мне, он не должен был наносить такое большое количество урона. Может, даже и стоит мне было и в этом бою взять резист от данной замечательной пушки. Ну ладно. Не суть важно. Давайте продолжать захватывать точку и выигрывать данный бой. Осталась всего лишь одна минута. Егиды какие-то меня фокусят. Нужно ещё постараться, чтобы выиграть данный боёчек. Одна точка под нашим контролем сейчас только будет. Было бы неплохо забрать либо B, либо C. Но, наверное, B будет попроще забрать. Плюс там голды падают. Я надеюсь, что противник будет их ловить. Я пока быстренько, быстренько, быстренько захвачу точечку. Можно, кстати, наверное, попробовать и голд поймать. Ну это метеорит, конечно. Метеорит там сложно ловится. Раз, два, три, четыре, пять. А, я понял. А как-то меня на подъёме метеорит убивает. Странная работа, если честно. Я не понял прикола. Ну ладно. Так, теперь надо зацепиться за первое место. У меня есть 23 секунды на это дело. Оперодрайв плюс ко всему этому также имеется. В моём арсенальчике успею захватить точку. Да, по идее должен успевать. Надеюсь, что арта меня не ваншотнет. Оп, оп. Забайтил. Ага, понял. Слило. Но первое место. Четыре секунды до конца. И ещё и выигранный бой. Вообще всё шикарно. Великолепно. Замечательно. Я считаю, что очень даже достойно. Мы выиграли катку. У меня 260 оптов. Противника 400. И он всё равно получает кристалл больше, чем я. Люблю баланс в этой игре. Ну и теперь переходим уже к каточке в режиме штурм. Зачастую на больших картах также в этом режиме ножи, где довольно-таки тяжело играть. Да, не всё максимально удобно и быстро и комфортно получается. Я так понимаю, что у меня какая-то ошибка. Потому что это штурм. И плюс это как бы третья катка. Это уже, наверное, дефолт. Надо было сразу идти обновлиться. Ну ладно. Надеюсь, что меня сейчас пикнет. Поэтому надеемся на небольшую карту. Да. Дабы не было особо проблем. Да и можно было бы, наверное, каточку за атаку. Всё-таки получить, если задаю. То будет так максимально комфортно. Да. За атаку, мосты. Отличная карта. Катка, правда, уже идёт 2 минуты. Но я буду надеяться на то, что у меня всё-таки получится всё равно её камбэкнуть. Надо будет только резист, я уже вижу, поменять. Там уже громы есть, которые ещё и овердрайвы прожимают. Урона будут наносить довольно-таки много. Блин, как я так зачепился. Так. Гром. Я видел рельса. И надо посмотреть ещё какую-нибудь пушку. Там ещё гром. Магнум, да. Магнум оставляю тогда. Беру вместо гаусса. Тогда получается резист от грома. Громы тоже у нас что-то попросыпались. Громы попросыпались. Довольно жёстко, если честно, в последнее время. Так, до того флага я не успею доехать. А этот флагочек уже как раз-таки можно подбирать. И пытаться улетать от Хантера Жиги. Сокращаем дистанцию. Рельса в простреле давать мне выстрел не будет. И пробуем ставить. Да, отлично. Доставочка имеется. Овердрайв, к сожалению, дроповый я не забрал. Но флажочек поставил. Так. Тяжеловато будет ещё всё это дело откомбетчить. Отрыв у противника в три флага, можно так сказать. Если смотреть соотношение киллов. Но, блин. Жалко, что он прожал овер. Очень жалко. Я свой овердрайв просто просрал впустую. Но надеюсь, что хотя бы тиммейты начнут ставить флажки. И тогда будет всё очень даже неплохо. Можно будет как-нибудь откомбетчить. Всю эту ситуацию. Гром поставит, не поставит. Интересно. Нет, не поставит. Ладно. Надо попробовать как-то стелсом. Заезжать. Прыгать. Рельса с овердрайвом ясно понял. Короче, плохо. Короче, всё плохо. Я вот из-за этого и не люблю такие катки. За счёт того, что ты заходишь в бой. А у ребят уже как бы за 2 минуты процент овердрайва-то накопился. А я, влетая в такой бой без овера, уже моментами очень-очень сложно что-либо вообще в принципе сделать. Когда челики стоят там с оверами, а ты этого овердрайва ещё даже в помине не видел. Либо тебе потом просто какой-то хантер берёт и избивает твой овердрайв. Потому что у него он уже появился. То есть у тебя боевой бы... Он был бы, да? Если бы я играл бы с самого начала, у меня был бы этот овердрайв. У хантера бы на тот момент точно не было бы этого овера. Соответственно, я свой овердрайв просрал впустую. А противник воспользовался этим. И сейчас вот реализовал определённые свои моменты. Ну а я... Отстался не у дел. И похоже... Камбэком тут не пахнет. Хотя... Ну, попытаемся, попытаемся. Ещё 2 минуты есть. Осталось 10 килов противнику. До конца катки. Я надеюсь на то, что хотя бы вот этого молодого человека я солью. И вот этого молодого... Ну, хорошо. Он овер прожал впустую, к слову. 7 килов до конца. Блин, вот камбэчная такая. Очень тяжёлая, если честно. Скорее нет, чем да. Ну, хотя бы бы один ещё флажочек поставить. И будет, наверное, тогда вообще великолепно. Так, тиммейт где-то должен сейчас ввести. Хорна-то рельса в простреле хорошо. Мажет. Ещё раз. Хорошо. Дважды мажет. Сейчас ещё артовода. Вот этого с овердрайвом слетя будет. Тогда вообще всё великолепно. Тогда ничего у нас проблематичного не будет. Так. А, мы так быстро проиграли. Не понял. Но такие катки тоже, друзья, у нас бывают. Не сказать, конечно, что я недоволен. Всё-таки за какие-то пару-тройку минут я свои 4 звезды, конечно, забрал. Но, если бы выиграли, было бы вообще всё максимально круто и великолепно. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Да, если вам понравилось, если вы хотите, чтобы на основном аккаунте у нас выходило побольше вообще видосов, потому что в последнее время у нас с основным аккаунтом что-то как-то видосов стало очень и очень мало, то обязательно прожимайте лайк. Давайте наберём на данном видеоролике 200 лукасов. Я думаю, что это довольно-таки подъёмная циферка. И, соответственно, запишем совсем скоро новый видеоролик на основном аккаунте. Как вы видите, у меня уже 98-я легенда. Уже четвёртая часть набита. А это значит, что к сотой движемся. Движемся довольно быстро. Поэтому, как я уже сказал, нажимайте лайки. Не забывайте подписываться на канал. Ну и в комментариях пишите, возможно, вооружение, которое вы хотели бы увидеть в следующем видосе. Посмотрю, почитаю. Возможно, что-то интересное, конечно же, из комментариев найду. Возможно, что-то вы даже сами там поддержите, увидите. Пролайкаете. И мы вместе с вами уже сможем протестировать следующее интересное, замечательное вооружение. У меня, друзья, на этом сегодня всё. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.